язык перестал быть объектно-ориентированным. Например, там есть два, в общем, историческая проблема, почему полиморфизм стал важен, почему его принесли к объектно-ориентированному подходу. То есть историческая проблема состояла в том, что в процедурных языках программирования или в языках до появления объектно-ориентированного, возможно, если бы они добавили это изначально, нельзя было создать метод с таким же именем. то есть нельзя было определить метод допустим да так как мы можем это делать и самый простейший пример который у вас есть выглядеть надо джаве мы можем допустим определить такой метод данный соответственно здесь написать допустим вода говорит нато сидела говорит что да это два разных методов по сути это есть полиморфизм часть его на то есть он там двух видов полиморфизм всегда связан с методами ничего ничего там другого нет полиморфизма соответственно как бы в языках до определения вот этих постулатов полиморфности даты не было возможности создать вот такое то есть это мы берем вот пример там си паскал и прочего то есть там нельзя было определить метод с таким же именем соответственно умеет да то есть соответственно метод он воспринимался как ну-ка каждый метод как должен был иметь уникальные почему это было точно пардон на соответственно в языках и до джавы и так далее вот этой штуки не было принципе программа то есть вот то что мы написали методы они никуда не пропали они по-прежнему существуют системе не загружается вместе с кодами они по-прежнему где-то там допустим хранятся есть там допустим плюс есть там таблицы методов все методы то есть собирается в одну таблицу и там хранят не там работает как по своей ну это чуть дальше соответственно вот эти методы в пред предлод определения полиморфизма да они допустим там определялись таким образом что получается уникальность метода для уникальности методу достаточно было только название соответственно если существовал такой же метод но с другим набором аргументов это все равно воспринималось точки зрения системы как один и тот же самый метод поэтому не было полиморфизма надо все не мало полина все появлялась другая штука когда будет этом на этом по-моему нет ключевого слова будет да ну допустим допустим напишем сестра на то есть там как внедрял она то есть был нас метод м потом соответственно появился метод м2 метод м2 принимал им товар аргумент поэтому в него добавлялся префикс и аналогии думали поле и соответственно каждый то последователь поэтому вы можете встретить кучу 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 методов там с окончанием на там то есть там допустим весь метод сквф то есть для того чтобы посчитать плоскость флотовских чисел свет и да для того чтобы давать в этом им и так далее то есть это все вот там вот то есть вот так вот различал этого статический полиморфизм почему статический потому что в процессе компиляции программы компилятор может однозначно понять какой метод надо встроить данный кусок выполнения компилятор вот прямо сейчас вот видите понимает что вот этот и вот этот метод разные даже в java то есть он понимает что как бы надо сохранить ссылку для вызова вот этого именно конкретно метод все определение того какой метод должен называться происходит на лету есть именно как раз динамический полиморфизм это то о чем упомянул товарищ самый первый ну давайте сейчас объясню чем чем пред предразница когда у нас есть допустим класса есть у этого класса метод м всем понятно с точки зрения работы программы вызова по есть у нас на самом деле есть метод м системе который имеет там первый аргумент всегда это взыск как объект а ну и соответственно остальные параметры по необходимости то есть есть языки программирования которые не хранят мета информацию о классах но они по-прежнему остаются объектно ориентированы для того чтобы как бы сохранять и программа продолжала выполняться вам не надо хранить информацию на самом деле о классе вообще и там и какие методы есть в этом власть и допустим java мы можем обратиться получить список всех методов класса есть языки где нет такого нету решений допустим потому что нужно но соответственно как бы просто формируется набор методов и соответственно эти методы определяются как они могут работать конкретными объектами то есть вот это вот запись точки зрения допустим тех языков где нет мета информации аналогично вот этой вот нашей структуре то есть любой метод объекта он обрабатывает он получает качестве себя там первым аргументом незримо вот этот вот наш объект типа а который является здесь понятное дело мы с ним что-то модифицируем возвращаем и так далее то есть вот эти вот записи допустим если бы мы хотели создать что-то подобное да объектно ориентированному подходу то есть вот это выглядело бы подход на java да вот это бы выглядела наша цель достижения на том же самом си то есть не значит что по программу который вы задумали вы можете написать только на джайд можно добиться того же самого эффекта ну или подобного эффекта допустим си кому еще интересно можете посмотреть на такую штуку как джина это джаван этим инвокейшен интерфейс там как раз будет еще более понятно почему именно вот так вот соответственно все методы объекта на они получают в качестве первого аргумента сам объект а методы класса допустим если у нас есть методы класса не всех языках программирования есть понятие метода класса то есть статического метода вот есть те которых нет в качестве допустим там аналога напишем тут у нас аля на то есть аналог бы выглядел таким образом когда бы сюда появлялся вот самый объект класса на то есть качестве в качестве аргумента передавался либо бы если берем джаван это передавался бы либо вот этот объект класса то есть джаван всегда когда компилирует объектом классом создается 2 то есть у нас есть возможность создания непосредственно объекта есть ответ на класс который описывает метал информацию относительно этого да то есть тогда бы наш метод бы вызывался всегда с явно первым параметром именно самого класса ну то есть все то что можно сделать в объект ориентированном языке аля джава представляется вот допустим на самом деле вот таким вот подходом то есть если бы мы допустим писали там свой новый язык программирования который бы реализовывал вот этот вот подход то понятное дело мы определяли где мы храним вот эту всю мета информацию информацию о том из чего состоит класс какие есть у него методы то есть если у нас есть возможность сохранять это так как делается в джаве мы это сохраняем так если у нас нет этой возможности мы понятное же дело можем сохранить всю информацию потом что можно делать с нашими объектами просто в таблице методов просто разложив их вот так на такой аналог то есть этого достаточно для того чтобы при выполнить программу вообще в принципе как бы любая программа то есть то есть это нам кажется что вот мы создаем объект а и вызываем метод на объекте а на самом деле когда она работает внутри это метод n вызывается с участием объекта а текущего объекта то есть на самом деле все вот эти вот наши изощрения когда мы пишем а . там почти там прямоугольник посчитать свою площадь да то есть rectangle . square вызывает да то есть на самом деле это все транслируется к вот этому вот вызову с точки зрения нативного нативного выполнения и так далее ну то есть нет никакого там метода который был бы привязан к объекту метод валяется вот там где-то где-то в воздухе назовем его где-то в воздухе то есть зависит обратно же от реализации языка в джаве это все находится в term первым джене да то есть а снова там долго место попало ну а в c++ допустим есть просто таблица методов и все так вот соответственно статический полиморфизм позволяет процессе выполнения то есть построение компиляции программы да то есть сборки самой программы определить какой метод надо вызвать то есть вместо допустим вот явного чтобы не искать обратно же этот метод по всей таблице представляете да вот у вас там миллион методов 65000 допустим да и каждый раз когда выполняется программа вам надо найти этот метод ну глупо там где вы встречаете понятно поэтому хранится допустим там адрес этого метода и загружается этот метод по адресу выполнение за счет этого работает это происходит этапе компиляции то есть тогда адрес метода то есть тогда программа может явно ответить какой метод надо вызвать надо есть когда мы пишем там в нашем ходе мы встречаем м вот такой да и соответственно мы встречаем м10 то есть интерпретатор там или компилятор он однозначно знает где находится адрес для инструкции вот этого блока названного методом м или вот этому блока под названием м который еще получает дополнительный аргумент сразу обращается к нему загружает и выполняет его то есть это все происходит даже если брать строго компилируемый язык аля как c++ то сразу создается вот вместо вот этой вот строчки кода сразу создается необходимый набор инструкции сразу туда вставляется если брать с точки зрения джавы ну там происходит только некоторые оптимизации за счет того что джава интерпретирует то есть там не весь код машина компилирует она все равно вот это будет работать быстрее а вторая часть полиморфизма это то что идет к динамическому полиморфизму о чем мы обсуждали изначально да кстати вот допустим динамический полиморфизм можно чисто теоретически сделать все и допустим он вполне себе нормально реализован джава скрипт а статического нет джава скрипте ровно так же как и статического нет допустим надо понимать что объектно-ориентированные принципы принципы объектно-ориентированно программирование это не только то что вот есть там где написано это объектно-ориентированный язык они есть видео а то есть соответственно когда у нас создается вот почему мы говорили множество реализаций а у которого есть и соответственно будем писать по желанию класс б у которого есть понятно дело что то есть если бы мы там солим в компилируемом языке обратно бы у нас появлялась бы в нашей таблице методов два метода на то есть один который бы принимал объект типа а второй который бы принимал объект типа и до сих все равно было бы 2 на то есть у нас вот был бы пример появился бы еще метод м который бы принимал цсб понятно дело б и а другого типа по полимортизму все хорошо у нас винаследование является неотъемлемой частью полимортизма зависимо от того в каком языке джаве вот этот не прокат джаве другая вот и соответственно здесь допустим когда мы пишем нашу программу да что у нас там встречается у нас там появляется вот такой вот вызов да мы можем написать не можем написать вот такой вот вызов и соответственно классический полиморфный интерфейс почему он называется динамическим потому что обратно же компилятор не знает какой метод м надо вызвать да вот этой точке выполнения то есть он не может сразу туда поставить набор инструкций которые мы ожидаем то есть повод типу ссылки он не может определить какой конкретно объект то есть какой конкретно там надо вызвать методов ну с точки зрения вот это вот я не может однозначно определить ну то есть да а вот это вот примерно у нас есть ссылка типа А, то есть тип ссылки А, значение хранится Б. Когда мы вызываем метод БМ, то есть понятное дело мы знаем, что метод надо сначала вызвать на объекте типа Б, а потом на объекте типа А, да, но мы не можем получить эту информацию с точки зрения компиляции. Компилятор не может проанализировать вот эту связь, ну, по определенным там причинам, да, то есть он не может. То есть он знает, что у нас есть некоторая ссылка типа Б, но он не знает, какой у нас будет конкретно объект храниться в ней. Может быть там появится С, может быть еще что-то. То есть он не может сразу встроить инструкцию и заменить вот этот вот кусочек кода, да, на тело вот этого вот кусочка кода. Или наоборот. То есть он может это определить только в процессе выполнения. Когда происходит выполнение программы, он уже смотрит конкретно, он знает, что в Б попал именно объект типа Б, и надо вызвать вот этот метод, а не вот этот. то есть вот здесь надо разделить именно полиморфизм на методы, и тогда он станет немножко понятным. А то, как показывает практика, самая страшная вещь – это полиморфизм. Непонятно, чего. А на самом деле все просто. То есть все сводится к методам. Ну, исторически так сложилось просто, что в некоторой языке они задумывались вот не такими, как они были изначально. А потом появилась вот возможность, полиморфизм – это как раз полиморфность методов. То есть множество форм методов. Метод имеет одно название, но множество форм. В данном случае вот то же самое, что мы рассматривали, что при статическом, что при динамическом. То есть вот они генерируются, эти методы, вот они сохраняются. Понятное дело, что вот этот метод и вот этот метод – это вот два разных метода с точки зрения того, что мы определили, что ключом для уникальности метода является не только имя метода, но и, соответственно, перечень его аргументов понятно что тип а и тип b это разные типы даже несмотря на то что они копируют друг друга по функционально вот так а вот никого потом разберем что-то остальное теперь вернемся к нашему подвесу sql делится на два больших под семейство языков первое под семейство оператор это называется dml data modification language это набор инструкций предназначенных на изменение на оперирование самыми данными это соответственно 4 запроса 4 инструкции это select insert update и delete то есть эти запросы оперируют непосредственно с данными в нашей базе данных до селекта мы выбираем данные из базы данных чертам или туда вставляем апдейтом мы их обновляем дели там их удалять все прекрасно все понятно и есть 2 2 подмождая кого-то дедель да да дефинишн лэдвич это соответственно та часть инструкции которые необходимы на то чтобы определить всю структуру всю схему вот так и теперь база данных там еще кому интересно есть разделяется на понятие двух схем данных есть схема данных при чтении есть схема данных при записи а вот естественно то есть революционные базы данных они относятся к группе схемы данных при записи то есть для того чтобы сохранить данные вам надо определить схему то есть вам надо создать таблицу описать структуру поля колонки размера и так далее а я схема там база данных допустим при чтении то есть когда вы пишете по сути все что нам угодно то есть это вот пример смогли допустим или среди сам то есть вам не важно какая структура объекта записи могут вообще отличаться друг от друга да ну и соответственно схема как бы при этом не валидируется на момент записи то есть она не нужна на момент вы уже определяете на момент подкачки лирическое наступление соответственно dml на 99 процентов во всех базах данных одинаков то есть никто не использует новые языки новая процедура что есть интересного пользы и то что вам надо может понравиться или может показаться полезным есть returning keyword то есть мы классически знаем да то есть как происходит пенсор дебиси в этом делали даты вы производите insert вам максимум возвращается айтишник новой записи или вам максимум допустим возвращается там количество вставленных записей не то что мы хотели бы получить допустим возможно там да мы хотели бы ну то есть особенно если у нас есть различные поля которые генерируют сама база данных то мы бы хотели их тоже получить а зачем там поговорим а так дефонт то есть когда мы определяем таблицу делали делали есть определенные здесь констрейты также есть понятие дефолта а есть еще определенные функции относительно дефолта то есть допустим а здесь дефолт понятно простой да то есть если мы не вставляем цену то есть по умолчанию будет везде записываться 999 то есть такие как бы страны есть допустим дефолт который работает по автоинкремент то есть функция next value соответственно по умолчанию будет вставляться следующее значение секрента объекта секрента до секрента пока дойдет соответственно здесь нет автоинкремент здесь именно появляется там ключевое значение сериал такое небольшое отличие биологически тот же самый автоинкремент ну просто база данных разные старенький немножко сейчас я еще немножко как они такой вот да то есть но ей допустим более там эзотические что полезные допустим а по расчету времени то есть как только производится запись табличку вот вам не надо указывать время modification time да допустим вы получаете время это за счет генерации его с базы данных база данных автоматически запишет там допустим время текущее для вставки не обязательно его передавать и инициализировать все поля вот соответственно когда когда мы производим допустим insert мы бы тоже хотели получать вот эти вот дополнительные поля которые мы не передаем сразу которые база данных там инициализирует без нас мы бы хотели допустим то у нас есть таблица которая допустим записывает журнал идет журнал по времени соответственно там пишется время записи в саму базу данных на сама базу данных допустим это управлять мы бы хотели после выполнения черта получить бы вот это время да но мы не хотим делать второй select зачем нам делать insert и select после него как-то выглядит неудобно вот поэтому такое достаточно большое значительное преимущество есть во всех модификацию запросах то есть это касается insert а делита и апдейта то есть они все поддерживают ключевое слово returning вот здесь вот где вы собственно указываете что вы хотите чтобы вам вернулось оттуда то есть вы вместо двух запросов пишите один запрос выглядит классно короче и соответственно есть дополнительно ну принципе вот эта вещь тоже работает в mysql есть вещь называемая absurd это апдейта insert до вставить или обновить если уже существует по тому критерию вот здесь соответственно есть вот различие то есть есть то есть вы пишете что если случается конфликт на то есть набор ключевых логатых если такая запись уже существует вам не надо делать проверку типа select есть ли запись значит я делаю апдейт если нет я делаю insert вы можете вот эти три операции снести к одной операции соответственно вы как бы пишите что вы хотите делать если запись уже есть то есть можно указать do not in то есть проигнорировать если запись уже есть ну то есть соответственно вы указываете какие поля вы хотите перезаписать тоже хорошо частично эта функциональность тоже есть майске или в майске или даже по моему есть ключевое слово вместо апдейта там реплейс или insert or replace или чертой но языках это меняется на как бы функциональность присутствует здесь допустим она присутствует вполне себе неплохо вот то есть чтобы вы знали это допустим самые такие примечательные изменения и отличие относительно майске или или там других притернир и там разрушить разруливание конфликтов при инсерте то есть операция absurd есть есть и там и там просто вот здесь в остальном на 99 процентов вся та функциональность которая присутствовала в sql а то есть и в майске или на присутствует и здесь то есть селекты работают также ничего нового не появилось инсерты работают также апдейте работают также делите работают также предназначение такое же условия в такие же хэвинге такие же все такое же ничего другого нет то есть если как был так и в теле мостов вот по определению таблиц и и там допустим присутствие тех или иных компонентов в базе данных принципе тоже одинаково здесь есть таблицы здесь есть представление здесь есть тоже триггеры здесь есть процедуры здесь есть функции все есть мы отдельно об этом чем там потихоньку будем проговаривать то есть возможно не все вам надо будет с точки зрения базы данных мы просто чтобы понимали что есть вещи ну то есть что база данных это не просто какой-то монстр который мы пишем и читаем да то есть на нем тоже можно делать логику если эту логику резонно там сделать то ее лучше сделать на стороне базы данных потому что будете встречать там таких яростных оппозиционеров которые скажут никакой бизнес логики в базе данных а потом у них система проседает волны дебе и марита чего не сделали это там нужно было бы быстрее сделать или они платят за тратик дамы той системе просто я когда-то нарисую просто есть писать и что вы пишете большой селек запрос огромный небольшой селек запрос который помещается на 4 это маленький селек вот вы пишете большой селек запрос на вот и вы каждый раз отправляете этот селек запрос базу данных и получаете оттуда ответ качестве ответа вам приходит строка которая двадцать раз меньше чем селек запрос который вы отправили туда вот она меньше 20 но вы платите за трафик нет системы где вы не платите за трафик соответственно вы по этому посчитали поняли что вы прогоняли данных больше чем собственно как бы надо было с точки зрения сети а если бы заменить это все на процедуру получили в гораздо быстрее и меньше то есть не не всегда как бы работает их не подход вот просто как бы надо понимать поэтому мы посмотрим на некоторые такие интересные фичи а те которые не интересны мы их не будем рассматривать вот что сразу хочу показать вы сразу понимали чем мы будем говорить то есть до этого мы вот это пойдет есть термин который называется партиционирование очень часто употребляется таких базах данных есть шарминг есть партиционирование по сути они об одном и том же некоторые энтузиасты ретелили что партиционирование это в пределах одной базы данных а шарминг это в пределах класса что это собой подразумевает у вас есть большая таблица это большая таблица хранить в любом случае какие-то исторические данные или допустим актуальные и не актуальные данные на текущий момент выбор например да даже тот же самый реестр людей но мы понимаем что многие люди уже умерли если мы начали вести реестр там 60-х годов мы там заносили всех дружно людей мы понимаем что допустим там некоторая часть из этих людей банально умерла они по-прежнему хранятся у нас в этой одной большой таблице мы их никуда не перенестили то есть нужно же интересует все все люди которые были на тот момент и соответственно как бы с каждым новым человеком эта таблица растет то есть она не имеет у нас свойства к тому чтобы уменьшаться людей становится больше при всей при всей смертности но людей становится больше тем более что смерть человека в жизни не значит что мы его удалили системы вага говорится мое вы храним до последнего вот соответственно когда настроим некоторые select это то есть нас интересует какая-то часть из этих данных всегда какая-то часто с не все данные всегда какая-то часть на то есть ряд не всего там когда мы будем брать вот этот реестр людей мы там будем пытаться понять разбить людей по категориям по возрастным категориям по категориям где они находятся и так далее да то есть у нас есть там перепись допустим всех людей всего мира представляет ну понятное дело что китайцы будут интересоваться только китайцами но возможно они еще могут зайти посмотреть и подсказать смотри какие выпуклые глаза в это на и все данные тоже будут секционированы и они будут тоже разделены по определенным группам поэтому вот таблицу одну в целом ее желательно разделить по каким-то критерия какие критерии вы выбираете зависимость от вашей уже системы время там регион цветку цвет раз религия пол и так далее то есть на вашу предмет но здесь надо также учитывать правильность этого самого разделения ну и соответствие задачи например мы там делим нашу таблицу делим ее на 10 маленьких таблиц или ну короче поделим их там чтоб таблицу попадала запись по неделям а то есть вот в неделю данные за одну неделю попадают в одну таблицу данные за другую неделю попадают в другую таблицу данные в третью все вроде бы хорошо да только вспоминаю нашу систему с чайниками и понимаем что вся запись все равно идет в одну таблицу за текущую неделю всегда как бы вы не посмотрели вы не разбалансировали нагрузку с точки зрения записи по-прежнему все все insert и попадают в одну таблицу в текущую неделю ну то есть это не то наверное чего мы пытались добиться в нагруженной системе ориентированной на эффективную ставку с точки зрения выборки то понятно все хорошо с точки зрения вот ставки данных не получается неправильно разбили да вернее всего надо было другой принцип разделения так чтобы как бы как-то по-другому их организовать соответственно партиционирование есть почти что во всех базах данных делается в некоторых коще в некоторых сложнее в некоторых извращение некоторых есть механизмы которых нет вообще нет механизма для партиционирования именно с точки зрения ключевых словно партиционирование всегда можно сделать имея под рукой таблицы триггер и и view больше он что не надо вы можете сделать партиционирование руками как душа как бы есть это и соответственно есть ну в подвесе есть два кейса то есть когда есть мы партиционируем по диапазону это как раз то о чем мы говорили по неделю до от текущей даты до какой-то даты на летом вот за год какой-то и так далее то есть мы указываем начальную и конечную точку есть соответственно им когда мы указываем какой-то набор критериев ну например да то есть мы как можно там допустим делить бом-бом-бом-бом ну лифт партишнинг это когда у нас есть то что четко этом распределение ну при старте что нам выдают там 5 типов паспортов каждому соответственно вы делите на 5 таблиц куда в по первому типа попадают запись и в одну с одного типа паспорта в другую другого третьего третью соответственно распределение примерно такое то есть у вас количество значений сразу определено здесь у вас какой-то диапазон здесь ватам количество значений вот соответственно как это выглядит с точки зрения партиционирования в возрасте ну в принципе в майске или один в один эта вещь которая вам точно понадобится есть понятие там основной таблицы или родительской таблицы и так далее да то есть вот определяется таблица она определяется так же как и была в данном случае у них есть пример с показаниями они как он как раз важный потому что там действительно много данных вот и делятся они по времени то есть там город есть там время когда происходили это показания да есть там время забора ну так далее некоторые некоторые показания в нашем случае этой самой системы вот то есть это основная таблица с которой мы продолжаем мы по сути при работе как разработчики все селекты 7 4 пишем сюда к этой таблице но нам надо создать еще дополнительно таблицы именно под конкретный рейс они не создаются сами не повезло нам надо таблички со нам надо придать рука вот дальше то есть у возраста есть допустим ключевое слово на допустим партишн by range вы указываете что эта таблица будет распределяться по вот этому полю лог дэйк соответственно что будет за значение лог дэйк туда пойдут те данные которые мы хотели бы раскидать а дальше вам надо собственно раз создать новые таблицы причем что вам не надо их переопределять за счет того что как раз там есть наследование внутренний объектно-ориентированный подход соответственно таблицы тоже наследуется на этой сне указываете что мы создаем новую таблицу как ты ее называете логически надо элементы называть мы уже привыкли сокращать плохо иногда да поэтому все должно быть названо логично и понятно да и указываете что это будет партиция к основной таблице межимы и указываете соответственно для каких значений то есть какой диапазон должны попадать сюда значения начальное значение конечное значение вторая таблица третья таблица и так далее все можно там еще дополнительные вещи то есть раскладывать по тейбл спейсом потомам и так далее но это не надо просто чтобы вы понимали что большие данные если они у вас будут их надо сразу будет думать о том как делить высоконагруженной системе это даже не вопрос надо или не надо но в принципе вот эти все таблицы они являются независимыми друг от друга то есть вы в любой момент можете отпочковать вот эту таблицу вот основной это вот эта таблица родителя и работа с ней как с отдельной вы принципе можете работать с ней как с отдельной другой нормальной таблицы но вы можете просто отпочковать ее и соответственно она никогда не будет участвовать уже в распределении записей или в распределении селектов относительно вот этой вот основной таблицы нет единственное что вам надо сделать индексы правильные ну во первых когда вы делаете по рейджу то есть вам надо гарантировать так чтобы данные не попали с другого рейджа туда ну то есть по сути вот здесь когда вы указываете рейдж не должно получиться наложений ни при каком условии это вообще принципе условия не только касаемо монги ну монги постгресса но всех любых то есть в монге такое же то есть не должно быть пересечений частичных там и так далее да ты стану и должны быть распределяться именно что только по тому критерию которые там есть вот допустим возраста нет возможности сразу наследовать индексы то есть индексы не наследуются при определении таблицы поэтому индексы надо будет создавать для каждой таблицы отдельно но по-прежнему при принцип уникальности сохраняется то есть если у вас есть поле по которым вы хотите чтобы была уникальность то есть она будет уникальна как для вот таблицы которая представляет отдельную партицию так и для всей таблицы целом удаляет лучше через вот это то есть вы пишете удаление к основной таблицы алик партий но никто не запрещает удалять я тут они независимо с точки зрения как бы таблиц вот вот и все то есть он показан ну то есть даль дальше идет уже кейс кисель таки по обновлению то есть это нам позволяет как раз распределить данные разгрузить нагрузку между ними и возможно даже при малых ресурсах эффективно еще использовать наши текущие там сервера то есть вы должны понимать что да если вы разобьете там свою большую таблицу или средне большую таблицу в правильным подходом то вы можете получить значительный выигрыш даже при очень реально ограниченных ресурсах то есть вопрос вопрос станет да то есть и тогда ваш маленький там бог иди компьютер который вы думали членах он плохой окажется он там ничего так старичок работает надо если вы сделаете неправильно то все будет правильно ну то есть здесь показывают примеры партиционирование это часть которая еще раз не относится именно конкретно позже это в общем данные всегда делятся делятся они либо в пределах одной базы то есть в данном случае все таблички не определены в пределах одной базы в пределах одного компьютера и нас хорошо а есть еще делятся когда в пределах разных это тоже такой большой вызов пока что нам хватит этого у подраз можно начинать копать самостоятельно там особо больших отличий нет реально он такой же как и майский а так остальную часть по подросту пройдем будем проходить последовательный потом мы будем разбирать только интересные моменты которые нужны с точки зрения разработки приложения то есть все что касается там различных в запросов и ингал там губая в ордеров это несложно и для должны пройти сами под путь где вы пройдете ну если будет тяжело можете прийти по сути там ничего такого интересного нет так теперь поиграем немножко в мире джавы то есть нас примерно все все занятия будут проходить часть будем разбирать высоконагруженные приложение часть будем смотреть что-то с базой ну и соответственно дальше будет смотреть как это дело у нее это все а как принципе программировать в голове на мы наверное не успеем сострапать проект дженкинсом но поставим как цель нам так я покажу как создавать молод проект посмотрим как его там паковать так далее ну и попытаемся его собственно континент integration возможно не все успеем значит ни один проект у вас не должен собираться без какой-то инструмента сборки инструменты сборки есть разные есть малым есть градал был ант он еще же где-то давно потерялся есть билдеры и прочее в общем их неимоверное количество каждый из можно прикрутить к любому другому языку который только душе угодно вот но в джаве как быть популярны только два то есть это малыми это градов мало на есть определенная проблема с его расширяемостью то есть если вы реально видели то есть он xml подобный поэтому для того чтобы подключить новую функциональность надо написать новый плагин на джаве это тяжело да то есть вы не можете просто взять скрипте допустим прям вот там вот в тексте добавить интересующую вас задачу ну то есть там допустим вы хотите сделать что вы хотите в процессе сборки не просто получать jar файл вы хотите чтобы этот jar файл полетел на почту там другому разработчику с точки зрения мало на это делается надо написать плагин подключить этот плагин тут плагин надо запубликовать новин репозиторий тяжело и долго с точки зрения допустим крабло вы открываете этот файл со скриптами там осваиваете груви за 15 минут потому что больше у вас его времени нет и пишите в собственно код который должен отправлять это все дело на почту вы понимаете объем работы и там и там он немножко раз не значит что как бы что-то лучше что-то мы продолжим в привычном для вас мало не можно создавать малый проект можно дома можно допустим к текущему проекту добавить мало независимость я рассматривал вариант с текущей у нас есть проект обычный для вас ведь ничего нету никакого помикс мэля видно конечно ужасно так себе но терпите вот всегда можно добавить если вы забыли там вот вот это вот добавить фреймворк всегда можно добавить интересующую вас зависимость то есть можно добавить все то все то что вы допустим забыли выбрать на шаге в предыдущем когда инициализировали приложение наши не боялись мы соответственно выберем здесь мало вот принципе все мало игра дал не просто так работают с исходным кодом то есть они еще используют свою структуру организации папок их можно переопределять но вот они как бы используют свою то есть мы знаем что папки src у нас находится допустим папка main папки main находится уже там допустим по типу конечно языка то есть мамы можно использовать для скалы для котлина вообще для всего чего угодно соответственно там дальше идет по типу языка то есть это был нас был копен здесь был была допустим папочка котли называемая если было бы скала была бы бабочка стала называемая не просто так появится вот соответственно что у нас там попадает а то есть дальше уже идет пакетная структура которой мы привыкли то есть это то что удобно для малого эту вещь всегда можно переопределить для этого надо подключить плагин насколько я помню собственно переуказать путь ну кому интересно можно заняться этим в принципе как бы все проекты определяются по стандартной структуре марана потому что никто не хочет заморачиваться лишними вещами кроме того что у нас есть исходные коды то есть папка джал нас еще всегда создается папка с ресурсами там находится все то что не компилируется поэтому если что то что не компилирует а вам надо то есть вы его ложите ресурсы картинки иконки и прочие ерунда попадает туда и равно также создается папка с тестами да то есть москве и тест по сути в папку main напишем наш код а соответственно папку тест мы складываем наши те которые будут запускать и вся жизнь как бы преобразует смысл можно проверить что у нас это все дело запускается всегда после даже самых небольших изменений перезапускайте и проверяйте что она работает потому что когда вы нанесете очень большой такой объем изменений будет потом тяжело понять где вы ошиблись и почему она собственно не работает поэтому если носите изменения то вносите их очень малыми долями по крайней мере на начальном этапе пока вы не свой собственно все работает все хорошо а только у меня наверно ну в принципе как бы можно запускать их из-за среды то есть есть определенные объекты ждет него цифра когда-то какие команды которая собственно можно запускать командной строки то есть пока у меня останавливается мало вот такそれで какие команды которые уже есть предупастие в новаяны и те которые вы можете собственно расширять да то есть есть команда т sexuality запуска всех тестов будто как вас там ничего нет она ничего делает есть команда компель которая производит компиляцию то есть генерируются классы есть там клим вы собственно интересное там из того что есть допустим команда package которая собирает нам наш жарфайл ну и соответственно после этого мы можем с этим дар файлам делать то что мы уже хотим да то есть конечном счете написать такой соответственно мы можем запускать эти все задачи вот прям здесь ну и получать и надеяться что в конце там будет сексет надо все то что касалось собранного насколько я помню попадает папочку таргет соответственно вот там вот есть ваши классы можно те же самые команды выполнять из командной строки почему надо выполнять и практиковаться с выполнением из командной строки потому что когда вы будете писать build job без этого никуда теперь соответственно немножко наполним наш проект у нас уже были некоторые куски для работы первое что нам нужно нам надо подключить тесты да мы идем в новой репозиторий и еще такой я думал вы должны все были быть уже на мало на репозиторий на то есть как бы где мы ищем наши зависимости то есть нам нужен же юнит а тут лишь новый юпитер и 5 532 хотя бы ужасная схема соответственно нам надо подключить зависимость чем чем в принципе порадовал всех балл он по моему он был одним из первых кто как раз предложил управление зависимостями на самом деле управление зависимостями было ну то есть удален так то есть когда кто-то там собирал готовый готовую библиотеку отправлял и другим разработчикам было уже давно многих языках она там была реализована на убавание ну допустим пришло своего такого логического незавершения рассвета надо вот там именно был рассвет потом уже все остальные то есть каждый сейчас там любой язык любая платформа они стараются чтобы это все было то есть чтобы зависимости вы не занимались тем чем занимаются многие си плюс-плюс разработчики руками собирают все это копируют следят за этим в общем печальная у них судьба то есть когда мы можем добавить зависимость за вот такой объем действий да то есть они страдают над этим днями а потом она у них еще не работает и по-прежнему все продолжать нам нужен будет тест добавим новый пакет добавим сюда новый глава класс назовем его первый тест горит что может быть так и справа не будем делать так и справа все но вот если вы затрагивали тему тестирования каждый тест это определенный набор состояний перво-наперво вы каким-то образом инициализируете то что вы хотите тестировать дальше соответственно вы выполняете само действие которое должно привести к получению этого самого результата которые вы ожидали а потом вы уже соответственно сравниваете ожидаемый результат полученным результатом то есть схема всегда одинаковая то есть вам надо подготовить то что вы будете тестировать выполнить собственно то что ну то есть вызвать именно тот тестовый метод который вас интересует и соответственно потом проверять правильно это и работает или нет то есть например что мы здесь делаем добавим наш классные пусть будет на статический метод вот у нас то функциональность которую мы хотим тестировать это тестируем мы всегда по сути только один метод вызов там одного метода или двух методов вот метод который вкладывает два числа выглядит просто глупо и идеально соответственно в плане подготовительной работы нам ничего делать не надо в данном случае потому что мы просто вызываем метод и собственно работаем с этим методом поэтому мы соответственно идем за тем чтобы получить результат 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 нам надо вызвать этот метод 1 и ну и соответственно сам то есть вот это вот мы соответственно выполняем те действия чтобы получить результат именно получить результат который мы будем сразу или же мы есть блок тестов которых мы выполняем действия для того чтобы проверить что произошло то или иное событие в системе когда посмотрим на то как использовать мог не будет понятно в данном случае мы пишем тест на то чтобы получить результат и проверить совпадение этого результата с ожидаемого значения вот здесь вот примерно может быть еще куча всякого различного кода который необходим для того чтобы вот можно было вычислить вот эти вот значения для того чтобы можно было бы получить результат что это за код был допустим представляет что мы пишем тест для работы с базами данных понятное дело здесь мы подключаемся к базе insert им базу значения там потом что-то еще готовим а потом в конечном счете мы делаем select и соответственно сравниваем то что мы хотели получить с тем что мы получили в реально все тесты должны быть независимы по сути ну то есть те которые мы будем разрабатывать те которые называете линии тестами они должны быть независимы от остальных частей системы то есть по сути они должны быть статистически поэтому как бы использование пример с использованием базы данных неправильный пример да то есть на самом деле как бы мы в настройках то есть когда мы происходим вот здесь до configuration называем допустим configuration или preparation стадия то есть когда мы подготавливаем данные для теста неважно сколько раз мы запускаем вот этот тест они должны быть одинаковыми мы по сути симулируем реальный компонент системе то есть когда мы там про базу данных мы реально ее заменяем подменяем какими-то терминами и так далее потому что мы тестируем не само подключение мы тестируем вот этого в соответствие ожидаемого на полученное вот эту вот сейчас мы соответственно симулируем причем симулируем так чтобы тест у нас был неизменчив то есть если мы написали что тест допустим должен проверять сложение двух чисел 1 и 1 то тест всегда должен работать с числами 1 и 1 само название теста говорит о том что он делает данных учиться с неправильно то есть ты должен был бы называться вот так как то так тест указывает на то что происходит в нем дело того что происходит в нем никогда динамически не меняется но не зависит от динамического поведения системе например что вы там подключили или запустили то днем или запустили тест ночь когда вы работаете с датами допустим все тесты с фиксированными датами то есть там нет такого что теста я буду писать тест используя new day то есть текущую дату нет вы пишете именно тестом до прошедший месяц на текущий месяц на то если это было пять минут назад то 10 минут назад и так далее и так далее у вас нет нет изменчивых элементов в тестах иначе тогда вы не можете предсказать тест будет работать или нет ну то есть тест всегда должен иметь определенный детерминированный результат либо правильный либо неправильный никаких побочных эффектов в зависимости от того запустили вы его на windows или на linux быть не должно то есть он должен быть максимально изолирована отсылает ну это мы говорим про вот эту категорию теста про юнит тест вот соответственно мы создали наш тест можно проверить что его запустить давайте прошел хорошо все зависимости установили хорошо зелененький это зеленый или желтый да то есть ли тест успешный вы видите зеленый если тест провальный значит вы видите красный есть важный тоже момент вы тестируете не только на хороший результат но и на плохой результат например чем этот добавим да мы напишем что у нас будет ров с медик exception который будет проверять что если а там меньше 0 то соответственно он будет трогать пример с добавлением конечно плохой но я уже не хочу переделывать это на деление надо из нас есть функция в которой есть как хороший результат поведения даты когда все складывается хорошо так и плохой плохой определяется допустим данном случае входящим аргумент то есть если пар первый аргумент меньше 0 значит складывать нельзя у нас такая функция ну не знаю почему так придумали наверно почему-то может быть какой-то банковский аккаунт где вас минус что-то человек инвалид аргу кстати при определении тестов можно вообще не бояться того что у вас нет имя теста будет очень длинно чем лучше она описывает то что в этом тестируете тем прекраснее вас тест да то есть мы что можем повесить мы можем повесить что у нас будет 0 даже 0 допустим достаточно гады как это делать в предыдущем джи юники вот здесь был там метод сроуз ну то есть там прописывалось дополнительно круто списалась не пошло сроуз и указывался как раз тип эксепшена так допустим данном арифметик что это говорила это говорил о том что вот этот тест был бы успешным только тогда когда было бы выброшено исключение из данного тела но пардон кто-то в пятом новом джи юники кто-то на крюки поменяли весь пак вот этот пакет assertions точнее класса черт он содержит все методы которые как раз необходимы вам для сравнения но принципе их можно расширять добавлять зависимости от того что вам надо главное чтобы если вы хотите что-то провалился вы должны выбросить а сердце рак и все если этого будет достаточно но сердце рауз ну что у нас там метик эксепшен класса но здесь для обслуживания и Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Я не знаю просто как это делается. Вот. Соответственно это плагин. Видите, даже для того, чтобы поменять версию джава, надо подключить плагин. Сейчас нехороший что-то. Мало. То есть вот плагин указываем, какая версия исходных кодов, какая версия соответственно таргета. Ну и теперь в принципе можно запустить вот этот тест. А то до этого он нам ругался. Да, потому что вот они поменяли новый тест фрейвер. Он, собственно, как бы использует лямбда. да, поэтому... Ну... Раньше было лучше. Так. А, да. Написал. Забыл. Ну, понятно дело. Тоже. Это на самом деле правильно. То есть, когда вы пишете тест, вы видите ошибку, вы понимаете, значит, что-то там не так. Либо в тесте, либо в коде. И дальше. То есть, цель написать именно максимально протестируемый кусок кода нашей функциональности. то есть, даже тесты, которые касаются плохого состояния, тоже надо проверять. Как это... Happy, happy way, happy day, rainy day, да? То есть, хорошие и плохие тоже надо проверять. Без вариантов, без как бы каких-то там обсуждений. Вот. Что мы там еще хоть что-то успеем? Ну, мало чего мы уже успеем. Ну, ладно. Вот. Соответственно, когда вы разрабатываете свое приложение, у вас в основном телеприложение, вот здесь вот в мейне, никаких там тестовых мимолетных функций быть не должно. И место вот здесь, в тестах. То есть, хотите что-то проверить, делайте это через тесты. То есть, делайте это градусно. Хотите попробовать функционально, сделайте ее тоже через тесты. Тяжело, может быть, там первый раз. Помучаетесь, потом как бы станет все легко и просто. Это я к тому, что, как бы, очень часто открываешь программу, а там, от этой я функции проверял вот эту штуку. А вот это я тут, там, заглушку поставил. А вот это вот я еще что-то там наделал, еще что-то там, еще что-то. Вот этот вот весь код, который у вас идет в основном приложении, он должен делать только то, что надо делать. Ничего больше там не должно быть. Там не должно быть никаких тестовых, моковых, временных и так далее заглушек. То есть, все то, что необходимо временно, вы переносите в тесты. Или же, как бы, если создаются там какие-то специфические объекты прослойки, то это уже обусловлено сложностью самого проекта. Но в основном там должен быть только рабочий код, только нацеленный на то, чтобы решать бизнес-задачи вашего проекта. Ничего больше там быть не должно. То есть, смотрите за своим кодом, потому что, как бы, легко определяется авторство кода по уровню. Прямо вот открываешь с первого раза, смотришь на код и понимаешь, кто его писал. Можно даже на собеседование не свать дальше, потому что собеседование только подтвердить. Вот. То есть, присутствие тестов в вашем проекте всегда будет уже показывать на то, что вы немножко грамотный разработчик, чем вы были дальше. Ну, все остальные нюансы относительно тестирования, ну, я не знаю, нам, в принципе, не пригодятся. То есть, уже там по ситуации будете разбирать тесты или нет. Соответственно, зачем мы это все обсуждали? Вот делали-делали и что-то не сделали, да. Подвинем эту штуку сюда. То есть, кроме того, что мы можем делать mavenpackage, да, то есть... Package. То есть, что нам делает mavenpackage? Mavenpackage... О, шикарно. Он еще и тесты делал, допустил. Ну, мы его не просили, как бы, но он нам запустил. mavenpackage пакует все наши java-классы в jar-файл, которые мы можем отдавать другим людям, пользоваться, хвастаться, или же, допустим, это будет библиотека, которую другие люди могут пользоваться, да. Соответственно, это конечный output нашего продукта. То есть, нашего проекта. То есть, всегда, когда вы разрабатываете какой-то проект, у него должно быть что-то на выходе. То есть, на входе вы даете туда source-код, а на выходе вы получаете jar. То есть, не должно быть такого, что на выходе вы получаете те же самые source-код. Ну, если вы, конечно, девелопер, то еще по-божески, да. Но это должен быть какой-то продукт, да. Пользователь не приходит за вам к source-коду. Он приходит за тем, что уже работать. И желательно, чтобы это работало прямо из коробки. Вспомните, сколько раз вы удаляли приложение, которое вы ставите, а там еще надо вот это туда пойти настроить, там надо пойти настроить. И такой, не буду я этим пользоваться. Сколько прекрасных проектов загубили вот этим подходом. Вот. Ну, соответственно, как бы, я так понял, что когда формируется пэккедж, то есть он автоматически запускает тест. Ну, это малая такая приблуда, да, то есть можно запустить команды Maven ADN. Не видно. Тут цвета разного подхода. Так. Maven, Maven. Вот. Да, то есть можно запустить команды Maven Test и он, соответственно, выполнить только тесты без сборки проекта. То есть это будет еще гораздо быстрее. Перед каждой запаковкой должны выполняться тесты. Только когда они выполнились, можно сказать, что у вас примерно более-менее годный продукт. Если у вас они не выполнились, вы, соответственно, идете и правите. Чем еще хороши тесты? В большом проекте множество разработчиков, каждый носит изменения. элементарно потерять запятую, потерять какую-то букву и потом искать очень долго, что произошло не так. Я вам даже сегодня человек исправлял ошибку, потому что вместо нолика надо было единичку. Проект там неделю искали. Вот так вот. То есть это вот не то, что там редко, там раз в месяц бывает. Каждый день поширят. Вот. Поэтому как бы тесты нацелены не для того, чтобы быть просто тестами. То есть они проверяют и подтверждают качество вашего продукта. То есть придет к вам заказчик, скажет, ты качественно пишешь или не качественно? Ну ему, да, ты ищешь тестов. Наверное, качественно, да? А так придешь, ну качественно все работает, что не видишь. Ну, понимаете, да? То есть разница доказательств тоже есть в плане этого. Но они помогают вам писать код. Они помогают вам посмотреть по-другому на код и, соответственно, по-другому его структурировать и писать. Ну и отслеживать изменения за вашим кодом. Конечно, потом поизникает другая проблема. Вам надо за этими тестами следить и поддерживать их. Но лучше с ними, чем без них. Мне говорится, ну, вот так вот. Поэтому их не надо бояться, не надо делать тесты ради тестов. А тесты должны как бы вам помогать. Вот во всем, что вы делаете, то есть старайтесь их использовать так, чтобы они были вам в плюс, а не в минус. Если вы будете писать тесты ради тестов, то есть не понимая, зачем вы это делаете, будет. Ну, рано или поздно они просто перестанут вам нравиться. Потом будете ходить рассказывать, как это хорошо писать в жительнике без тестов. А потом у вас уже нет работы. Так. Вот. Но мы все равно больше уже не успеем. Вкратце, агенда, что будет на следующем. Продолжаем высоконагруженные. Там есть части, которые касаются передачи данных, трансферинга и так далее. По Postgres уверять ничего. Мы посмотрим некоторые кейсы относительно триггеров и функций. То есть нам больше ничего, по сути, в принципе, с мира Postgres не понадобится такого эксклюзивного, скажем так. И то мы с ними познакомимся ради того, чтобы вы не боялись базы данных. И сделаем то, что не успели в этот раз. То есть я покажу, как всю эту штуку синтегрировать с Continuous Integration, чтобы увидеть уже рабочий pipeline. То есть увидеть, как, собственно, происходит сборка стейджов, зачем это все нужно, как это все там настраивается и так далее. Ну, практического пользы, может быть, будет мало. Но зато будет понятно вообще о чем. Ну, то есть вряд ли вы будете настраивать каждый день Jenkins. Вообще вряд ли вы когда его будете настраивать. Но с точки зрения разработчика вы будете добавлять, допустим, там определенные шаги разработки. Поэтому это тоже важно. Вот. Но без того, чтобы его настроить не получится. Вот так. Как и так. У нас сегодня будет все. Вот так. Вот так. Очень, очень-очень. И... И... Продолжение следует...